Что мои соотечественники, парни в голубых тельняшках, такие же, как всю жизнь носил я, сидят в лесу у границы с Украиной и очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны и окончательно похоронить славу и традиции войск, которые добывали многие поколения десантников. И, возможно, далеко не все вернутся на родину живыми. Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, трое суток находится в аду. Количество убитых исчисляется уже тысячами, пленных сотнями, ранеными переполнены госпитали и гражданские больницы в приграничной полосе. Никакие цели операции не достигнуты. На настоящий момент не удалось взять ни Киева, ни одного из областных центров. Российская армия уже достаточно измотана, а украинцы, выдержав самые трудные первые 72 часа, успешно провели мобилизацию, организовались, отладили логистику, получили поддержку всего мира и моральную, и поток военно-технического имущества. И самое главное, увидели, что напали на них обыкновенные смертные люди, перестали бояться, почувствовали вкус победы. Эта армия уже не отступит и не сдастся. Россияне просто стали жертвами своих же пропагандистов, пообещавших, что народ Украины встретит их хлебом с солью, как освободителей. Но вы-то уже все знаете. Хоть вам и запрещают иметь смартфоны, но вы-то пока на родине, в контакте с родными и друзьями, имели время все оценить и осмыслить. У кого-то есть сомнения, что ваш вход в Украину будет лучше новогоднего штурма Грозного 1995 года? Информационная война – страшная вещь. Пропагандисты так ловко научились производить подмену понятий, выдавать белое за черное и наоборот. Не хочу лезть в политику, политика всегда была мне чужда. Но любому мыслящему человеку должны быть понятны как минимум три вещи. Продолжение следует...